Ну вот тут еще непонятный вопрос, как они это собираются все проворачивать, если они это решат делать. Или организовать этот псевдореферендум, или провести там собрание каких-то вообще не заморачиваться. Зачем там заморачиваться какие-то референдумы, собрать каких-то там, согнать людей, сказать, что это местное законодательное собрание Херсонщины, вот они и наголосуют вам, собственно говоря. Зачем нам этот референдум? Если они на это решатся, я, конечно, хоть я это и могу предположить, что это возможно, в силу общей неадекватности российских властей, но абсолютно не очевидно, потому что постоянно возникают разные в информационном поле, разные слухи, разные какие-то они вбрасывают свои какие-то намерения, потом эти намерения часто оказываются ложными, я думаю, что они это еще могут запутывать тоже. Вот, если они на это все-таки решатся, то мне кажется, это настолько с точки зрения вообще права и с точки зрения политики мировой, настолько будет наглый беспредел, что как они его оформят, каким-то мнимым референдумом или с народными сходами, берут органы власти, сфиксируют выборы, а потом эти органы власти запросят. Все это уже не имеет никакого значения абсолютно, потому что сам факт этого грубой аннексии чужой территории, он будет очевиден для всех. А как они подойдут для россиян, для россиян, в большинстве, я думаю, пофигу абсолютно, как это будет оформлено. Продолжение следует...